На данном примере мы видим сломанный верхний зуб. Поскольку разрушение произошло на костном уровне, то его нельзя так просто реставрировать. Одним из возможных методов лечения является, во-первых, подготовить корневой канал зуба, а затем вытянуть его, используя брекеты, чтобы довести до уровня, необходимого для реставрации. Сначала достраивается зуб. Затем он подготавливается для установки коронки. Далее устанавливается фарфоровая коронка на зуб для достижения наилучших результатов. На данном примере показано, как мы можем использовать ортодонтическую терапию для прорезывания зуба, чтобы создать наиболее идеальное место для установки имплантата. Брекеты используются для прорезывания зуба. Выступающий зуб затем подшлифовывается, чтобы не отличаться от других зубов. Вытягивание и пришлифовывание повторяются до тех пор, пока зуб не прорежется до нужного уровня. Как только он прорезывается, он вытягивает за собой кость и, как результат, создает новую костную ткань для сбалансированной анатомии ткани. Затем брекеты и зуб удаляются. Протезирование имплантата проходит, как обычно, при помощи аббатмента и коронки. Данная процедура создает идеальное вертикальное положение для достижения наилучших эстетических результатов. На данном примере показано, как мы можем использовать брекеты, чтобы улучшить уровень кости и десны, а также положение переднего верхнего зуба. На зубы устанавливаются брекеты, а сила ортодонтической дуги прорезывает зуб, выращивая за собой костную ткань. Коронка зуба подпиливается так, чтобы быть ровной с другими зубами. Данный процесс может продолжаться, пока уровень кости не достигнет уровня противоположного зуба на другой стороне средней линии. Это очень важная область. А этот метод предоставляет медленный, но точный контроль положения уровня кости. Брекеты снимаются, и зуб удаляется. Теперь имплантат, аббатмент и коронка могут быть установлены в идеальное положение. И как вы видите, при помощи данного метода десны приобретают симметричный контур. На данном примере показано, как используется ортодонтическое перемещение для восстановления таких областей, как, например, верхнечелюстные боковые зубы. Пациент может проходить ортодонтическое лечение в силу иных причин, и поэтому это может предотвратить дополнительное экстенсивное хирургическое вмешательство. Лечение включает в себя перемещение зуба на брекетах. Зуб передвигается в свое изначальное положение. При подобном передвижении зуб выращивает костную ткань на своем пути, тем самым обеспечивает необходимое количество костной ткани для установки имплантата. На данном примере показаны некоторые проблемы, которые могут произойти при потере первого нижнего маляра. Мезиальное смещение дистального зуба и еще более важный фактор атрофии костной ткани делают установку имплантатов невозможной бескомплексной хирургической пересадки. Мы можем использовать брекеты, которые ортодонтически перемещают второй премаляр в пространство, созданное вследствие потери зуба. При перемещении он формирует костную ткань. Как только она достигла другой стороны, мы можем установить имплантат и протезировать его при помощи аббатмента и коронки. Редактор субтитров А.Семкин